Не сам ли дух избрал её когда-то, судьбу свою, свой одинокий путь? Не сам ли он торжественно и свято решил дойти и вспять не повернуть? Не сам ли он избрал свой идеал, звезду свою? Не сам ли он избрал? Наталья Дмитриевна Спирина. Введение в одну из первых книг учения живой этики начинается с идеи, важности, утверждения, дисциплины духа. В книге «Озарение» говорится, нужно проявить дисциплину духа, без неё не сумеете стать свободными. Для раба она будет тюрьмою, для свободного она будет садом, прекрасно целебным. Пока дисциплина духа оковы, тогда заперты двери и по ступеням в оковах не подняться. Можете понять дисциплину духа, как крылья. Кто поймёт дисциплину духа, как озарение миров грядущих, тот уже готов. Понимающий дисциплину духа поймёт исправление огня и дойдёт до кооперации общего блага. Конец пути может быть освящен тысячью огней общего блага. Эта тысяча огней зажжёт радугу ауры. Вот почему дисциплина духа – крылья. Елена Ивановна Рерих писала, «Недаром в основу всех древних учений полагалась дисциплина или послушание. Во всех древних религиях и философских школах существовало учение общее и учение для ближайших. И вот в этом учении для ближайших прежде всего преподавалась дисциплина духа. И послушание было первым шагом к тому. Каждый водитель должен сначала научиться повиноваться, ибо иначе как будет он знать, что есть указ и что есть исполнение его? Дисциплина всех йог одинакова. Требуется некоторое воздержание во всей жизни и развитие воли. Каждая дисциплина, в конце концов, сводится лишь к самодисциплине, ибо дисциплина, кем-то другим на нас наложенная, есть лишь дисциплина внешняя. И, конечно, ни к каким духовным достижениям привести не может. В общине Пифагора во главу угла ставилась дисциплина, овладение своим низшим я. Ротоборствовать страстям хуже, нежели тиранам. Страсти хуже тиранов. Сколько в душе страстей, столько и суровых владык. Быть боголюбивым и в то же время привязанным к удовольствиям, заботам о теле, к деньгам невозможно, утверждал Пифагор. Поговорим о владыке Будде, читаем в живой этике. Люди не уясняют в себе основу учения благословенного, основа дисциплина. Духовно и телесно монах общины стремился удержаться на пути. Первые годы он нес тяжелое послушание. Ему воспрещалось убивать себя упражнениями столбника, но предписывалось вести битву единым началом духа. Так сурово Будда учил учеников. Воистину, только в духовной битве знали они радость. Потому, говорится, о терниях пути. Только когда воля подвижника рождалась подобно льву, и серебряная узда духа сверкала на чувствах ученика, только тогда владыка приоткрывал завесу и давал задачу. Затем уже постепенно ученик посвящался в тайны знания. Именно самодисциплина, наложенная на себя добровольно и вполне сознательно, с полным пониманием того, что без обуздания своих беспорядочных чувств и мыслей никакое продвижение невозможно. И только когда ученик овладевал своими чувствованиями, Будда допускал его к глубинам знания. Приведем несколько цитат из книги Елены Ивановны Рерих «Основы буддизма». Из дисциплинированных и воспитанных на суровом отказе от всего личного, следовательно, мужественных и бесстрашных людей хотел Гатама Будда создать работников общего блага, творцов народного сознания и провозвестников мировой общины. В начале учения дисциплина касалась главным образом очищения сердца и ума от предрассудков и дурных свойств. Трудно подняться человеку, если он не прошел суровый путь очищения. Дисциплинированный человек свободен, будучи свободен, он радостен, он покоен и счастлив, говорил Будда. Полезно наблюдать всюду следы дисциплины. Среди коллективной, сознательной дисциплины нужно обратить внимание на японские монастыри дзен, редко где сохраняются без принуждения иерархия и сотрудничество. Нужно понимать дисциплину как организованное, свободное сотрудничество. Среди приемов воспитания сердца свободная организация сотрудничества имеет значение. Так говорится в книге «Сердце». Расскажем о том, что представляли собой буддийские монастыри дзен, о которых упоминается в учении. Буддийское учение, в том числе и дзен, по-китайски звучит чань, японцы заимствовали из Китая. Так же, как и правила и идеалы монашеской дисциплины. Важной частью монашеских уложений являлась система распределения обязанностей, называемая «Обязанности с великой просьбой» – «да цин джи». Распределению обязанностей в чаньских монастырях уделяется особое внимание. Не случайно чаньские общины считались самыми организованными монашескими братствами в Китае. Причем монастырские обязанности должен нести каждый член чистой паствы. Особое значение придавалось хозяйственным работам, что символически отражено в самом их названии – «пуцин», то есть «всеобщее очищение». Уборка монастырского двора, но чаще всего подметание, ассоциировалась с очищением собственного сердца от мирской пыли. Во всех монастырях прибирался двор, собирались опавшие листья, ремонтировались стены и постройки, нередко высаживались овощи, например, морковь и капуста. Монахи собирали дрова для очага, плели корзины, сушили соломенные маты, очищали русла ручьев, что питали монастырь водой. В пуцине должны были участвовать все монахи, кроме больных и стариков. Традиция пуцина стала визитной карточкой чаньских общин, поскольку другие буддийские школы решительно не признавали работу на земле, а монахи жили лишь подаянием. Мастер Байджан Хуайхай, 749-814 годы жизни, завершает формирование внутренних правил жизни чаньской общины. Именно он оставил знаменитое высказывание, которое служило руководящим принципам его жизни. Оно звучит так. Нет работы, нет еды. Когда его преданные ученики сочли, что он слишком стар для работы в саду, которая была его каждодневным занятием, наряду с проповедями и наставлением монахов в чань, они спрятали все его садовые инструменты, потому что он не слушался их увещеваний. В ответ мастер отказался есть, заявив, нет работы, нет еды. Физический труд для монаха считается жизненной необходимостью. Никакое занятие не считается унижающим достоинства, и среди монахов преобладает совершенное чувство братства. Практически вся жизнь чаньской общины проходит под определенным образом ритмизированные звоны в колокол, барабаны, деревянную рыбку. Под такие удары монахи входят в молельный зал, приступают к трапезе, молитве и труду. Из раннего устава вытекают пять основных правил чаньской жизни, которым вплоть до сегодняшнего дня подчинено существование монахов. Жизнь в смирении, жизнь в труде, жизнь в служении, жизнь в молитве и благодарности, жизнь в медитации. Жизнь в труде предусматривает постоянные физические работы. Каждый чаньский монах выполняет четко закрепленные за ним хозяйственные и ритуальные обязанности. Это и есть жизнь в служении. Понятие «жизнь в смирении» означает то основное состояние духа, когда монахи скромны, смиренны и нестяжательны. До сих пор монахи могут иметь лишь два деяния. Одно повседневное, другое ритуальное. Пару тапочек, четкий и другой нехитрый скарб, который можно уложить в монашескую наплечную сумку. Одним из самых влиятельных чань буддийских учителей XX века был Сюйюнь, 1840-1959 год. Его имя было известно и уважаемо в Китае, в каждом монастыре и в каждом доме. Он стал живой легендой своего времени и при этом оставался простым и скромным монахом. Те, кто встречался с Сюйюнем, отмечали его совершенное безразличие к своим большим достижениям. Этот выдающийся чаньский мастер оказал огромное влияние на возрождение китайского буддизма. Он восстановил десятки древних храмов и монастырей, а также основал бесчисленные буддийские школы и больницы. Сюйюнь тихо шел своей дорогой, не затронутой суетой, как нетронутая скульптором глыба. Несмотря на щедрость храмов, которые с его помощью восстанавливались, его благородная простота оставалась на высоте. Когда учитель отправлялся реставрировать цветы и места, при нем была только трость, единственный личный предмет. Когда он видел, что поставленная задача решена, он уходил с той же тростью, с тем же единственным предметом личной собственности. Тот факт, что этот духовный подвижник достиг успеха в своем деле, во времена всеобщей нищеты и смут. Вы обратили внимание, что он умер в 1959 году. То есть относительно недалекое время. Так вот, то, что он достиг успеха в это время, граничит с чудом. Это стало возможным исключительно в силу его высокой духовности. Только она могла дать ему заряд энергии для обновления во время смятения и распада. Как проповедовал сам Будда, чайские общины считали, что быть изможденным аскетом так же противоестественно, как и человеком, не соблюдающим даже в малой мере дисциплины тела и сознания. Истощение так же вредно, как и переедание. Для этого в чайских монастырях следует перед едой сосредотачивать внимание на следующих мыслях. Действительно ли я ценю эти подаяния Будды? Я должен серьезно задуматься над своими собственными добродетелями. Я должен уйти от искушения жадностью и других грехов. Пища принимается как лечебное средство для того, чтобы сделать мое тело здоровым и сильным. Я принимаю эту пищу лишь с тем, чтобы иметь возможность превратить себя во вместилище истины. Надо уйти от наслаждения вкусом пищи и рассматривать ее лишь как необходимое средство для поддержания сил, чтобы в конечном счете иметь возможность достичь просветления. Удивительно созвучна этим чайским правилам цитата из некоторых указаний для каждодневного пользования Елены Петровны Блавацкой. Во время еды упражняйте волю с целью, чтобы пища хорошо переваривалась и строила бы ваше тело в гармонии с вашими духовными устремлениями. И не рождала бы дурные страсти и грешные мысли. Ешьте только тогда, когда вы испытываете голод. Пейте только тогда, когда вы испытываете жажду. И никогда иначе. Если какое-либо особое блюдо начинает прельщать ваш желудок, не уступайте соблазну ответить его только, чтобы удовлетворить свое желание. Припомните, что удовольствие, получаемое от этого, не существовало всего лишь несколькими секундами раньше, и что оно исчезнет несколько секунд спустя. Что это приходящее удовольствие, и что то, что теперь является удовольствием, при больших дозах превратится в боль. Что это доставляет удовольствие лишь языку. Как уже было сказано, именно от чаньских общин в Китае многое унаследовали монастыри дзен в Японии. И прежде всего, основы дисциплина. Трудолюбие японских монахов дзен вошло в поговорку. В день, не предназначенный для домашней учебы, вскоре после завтрака, в половине шестого лета, в половине седьмого зимой, монахов можно застать на монастырском дворе или в окрестных деревнях за сбором пожертвований или обрабатывающими поля. Они содержат монастырь внутри и снаружи в абсолютном порядке. Когда говорят, это похоже на дзенский монастырь, то имеют в виду именно это. Они трудятся так же напряженно, как и обычные люди. Братства монахов являются самоуправляемым целым. У них есть собственные повара, инспекторы, управляющие, сторожа, знатоки, церемонии и так далее. Все должны сотрудничать и равномерно распределять работу между собой, невзирая на ранги. Поэтому мастер вместе со своими учениками работает в поле, сажает деревья, полит огород, собирает чай и занимается любым другим физическим трудом. Пользуясь такой возможностью, он дает им практические уроки в дзен. И ученики также не упускают случая применить его наставление. Целью дзен является вызревание нравственных качеств человека, таких как простота жизни, деловитость, самостоятельность и то, что называется тайной добродетелью. Последнее из названных качеств наиболее характерно для дзенской дисциплины. Тайная добродетель означает творить благо без малейшей мысли о признании ни другими, ни самим собой. Ребенок тонет. Я прыгаю в воду. Он спасен. Что должно быть сделано, то сделано. Ничего сверх этого не мыслится. Я ухожу и никогда не возвращаюсь обратно. Облако проходит, и небо столь же синее, столь же бескрайнее, как всегда. В дзен называется это деянием без желания заслуг. При совершении поступка милосердия в дзен не должно оставаться никакого следа сознания, а еще менее может присутствовать мысль о воздаянии. Дзенским духом самопожертвования проникнута следующая история. Когда одного дзенского наставника спросили, кем ему хотелось бы стать в следующей жизни, он ответил без колебаний. Пусть я стану ослом или лошадью и потружусь для селян. Правила для дзенских монастырей призывали монахов принимать так называемые заповеди бодхисаттвы, которые со временем из дополнительных превратились в главные. В них утверждалось, что личное самосовершенство не имеет меньшую ценность, нежели подвижничество ради других. Монах давал обет действовать на благо всех живых существ. С почтением и благодарностью смотрят дзенские монахи на весь мир. Любовь к природе состоит в том, чтобы оказывать ей самое почтительное уважение, которое та заслуживает. Мы должны относиться к природе не как к объекту завоевания, покорному нашей воле, но как к другу, товарищу, который когда-нибудь, как и мы сами, станет Буддой. Дзен хочет, чтобы мы обращались с природой как с дружелюбным, имеющим благие намерения деятелям, чья внутренняя сущность точно такая же, как и наша. Проникнуть в сердце природы и жить с ней. В этом состоит подлинный смысл любви. Часто свое религиозное чувство дзенские монахи выражали в поэтических строфах. Сайгё в 1118-1190 годы жизни, оставив служебную карьеру при дворе, стал поэтом-странником, буддийским монахом. Япония, наверное, вы знаете, это страна сосен и кедров. Послушаем, как Сайгё описывает свое отношение к сосне и пытается угадать ее чувства. Много времени прошло, а ты все так же величаво возвышаешься. Помни о днях нашей дружбы, даже после смерти моей, о сосна, ведь я тот, кто живет в мире безвестным, нелюбимым. Если мне, уставшему стоять здесь, вновь захочется отправиться в путь, ты не ощутишь себя брошенной, о сосна. наставник дзен Эйхэй Даген 1200-1253 годы прославился неустанным подвижничеством и личным аскетизмом. Благодаря своим проповедям и сочинениям он получил мировое признание как один из величайших философов Японии. В своем трактате он пишет «Старые Будды говорили «Не делай никакого зла, чти и совершай всякое благо, сам очищай свой ум, таково учение всех Будд». И дальше приводит диалог наставника и ученика. Ученик спрашивает «В чем главный смысл закона Будды? Не делай никакого зла, чти и совершай всякое благо, будь так, даже трехлетний ребенок мог бы так сказать». Учитель отвечает «Трехлетний ребенок вполне может так сказать, да только даже 80-летний старец не может так действовать». Еще одно из речений с таким же смыслом употребляет Даген «Нарисованными колобками голод не утолишь». На дзенском пути каждая мелочь имеет значение. Даже когда монах полощит рот, умывает лицо или моет голову, он должен произносить мысленно или вслух пожелание всем живым существам избавиться от страданий. А во время чистки зубов подвижник должен желать всем живым существам иметь крепкие зубы, чтобы ими можно было разживать все привязанности. и снова приведем цитату из труда Елены Петровны Блавацкой созвучную дзенской мысли об очищении физическом и духовном. Во время умывания упражняйте вашу волю с целью смыть заодно с физической грязью тела также и нравственные нечистоты. Даген учил, что однажды начав подвижническую жизнь, человек может в ходе практики обрести способность видеть свою истинную природу, совпадающую с природой Будды. Тогда он будет каждым своим действием выражать ее и тем самым преобразовывать мир вокруг себя. Говоря словами Дагена, это такое удержание подвижничества, при котором одновременно обретают путь и Великая Земля, и все живые существа. Вот только войти в это состояние отнюдь непросто, но если уж человек ставит своей целью обретение просветления во благо всех живых существ, то ему надо идти до конца. Провозвестие новой эпохи учения живой этики не устает призывать нас к духовной дисциплине и прежде всего к дисциплине служения общему благу. Самое трудное, но необходимая дисциплина заключается в действии на пользу мира. Нелегко проследить за собой, чтобы избавиться от мыслей и дел самости, но зато когда вся личность отдана миру, тогда дисциплина становится не только легкой, но даже не ощутимой. Найти отправную точку для самоотверженности значит построить прямой путь к огненному миру. Считаю, что самодисциплина к общему благу есть самое близкое средство для великих достижений. Самотеком эволюция не идет. Если бы течение мировых событий хотя бы на короткий срок предоставить самим себе, воцарился бы хаос и великое смятение, и плоды многовековых трудов были бы уничтожены незамедлительно, нужна очень твердая и сильная рука, чтобы курс планетного корабля был правилен, и нужна суровая дисциплина всего экипажа, говорится в записях Бориса Николаевича Абрамова. А как сейчас необходимо коллективная дисциплина нашего народа? Будучи его частью, мы можем помочь общему делу утверждением самодисциплины. Психическая энергия есть могучее огненное оружие, и, будучи применена коллективом, даст следствие поражающее. Страна, первая ей овладевшая и ее применившая во благо, будет страной ведущей. Для коллективного применения психической энергии требуется великая дисциплина и организованность масс, всенародное молебствие или всенародное собрание протеста или другие дела, имеющие слабые, неосознанные предвестники того, как могла бы применяться энергия огненная, находящаяся в распоряжении человека. В новой стране война отечественная победная, новые стройки и многие другие достижения были возможны благодаря коллективу, то есть организованно устремленной коллективной энергии человека. Надо сделать еще один шаг и признать эту неодолимую огненную мощь, не знающую ни границ, ни пределов. Вспомним, как преподобный Сергий воспитывал своих учеников, закладывая основы русского национального характера. Он был вечно бодрствующим, зорким наставником, следящим за каждым братом и при всей мягкости своей не допускал уклонений от установленных правил. Введенная им суровая дисциплина, требовавшая от учеников постоянной бдительности над мыслями, словами и поступками, сделала из его обители воспитательную школу, в которой создавались мужественные бесстрашные люди, воспитанные на отказе от всего личного, работники общего блага и творцы нового народного сознания. Основы нашего характера очень терпеливо на протяжении длительного времени закладывала Наталья Дмитриевна Спирина. Она утверждала, что дисциплина заключается в том, чтобы подчинять свои желания необходимости данного момента. Когда свобода выбора совершилась, то без дисциплины нельзя выполнить намеченные действия. Свободен в своем выборе каждый, но следствие выбора несет по совершенным им делам. Дисциплина необходима, чтобы одержать победу в самой важной битве, битве с самим собой, со своей низшей природой. Зову на бой с самим собой, тебе от сотворения дан свободной воли страшный дар. Той битвы роковой исход, свою судьбу, падение, взлет, решать настанет твой черед, когда урочный час пробьет. Спасибо.